Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 6 декабря и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла закрепиться ниже минимальной значения 4 декабря, что в рамках часового таймфрейма переводит нас в фазу снижения по данному активу с ближайшими целями движения на 1.1790, далее 1.1719 и 1.1660. Возобновление покупок будет актуально после преодоления максимальной значения, которую мы видели вчера, на отметке 1.1875. Пара британский фунт и американский доллар также переходят к снижению. Ближайшие цели по данной формации это движение в область минимальной значения вчерашней торговой сессии, отметка 1.3369. После преодоления данного уровня уже открываются перспективы снижения на отметку 1.3208. Ну а возврат к покупкам произойдет в том случае, если мы увидим британский фунт выше отметки 1.3477. Пара американский доллар-канадский доллар продолжает свое снижение. Сегодня с утра мы торгуемся вблизи максимальной значений вторника, это отметка 1.2704. Если паре удастся закрепиться выше данного уровня, то вероятно возобновление уже покупок по данному активу с целями движения на 1.2916. Ну а цели по нисходящему движению это уйти ниже отметки 1.2623 и пойти уже на 1.2440. Пара американский доллар-японская иена также перешла к снижению. Сегодня с утра мы видим торговлю ниже торговой сессии вторника, закрепились ниже отметки 1.112.37, что переводит нас в фазу снижения с целями движения на отметку 1.1137 и 1.110.78. Возврат к покупкам по данной паре будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.12.86. Пара австралийский доллар-американский доллар сегодня также с утра торгуется ниже минимальных значений, которые мы видели вчера, что также нас переводит в фазу снижения по данному активу с целями движения на отметку 1.7549 и 1.7529. Возврат к покупкам по данной паре произойдет в том случае, если мы видим обновление максимальных значений, которые мы видели вчера, закрепление за этим уровнем область 76.53 и уже после этого дорога на 76.90 будет более актуальна. Еврофонд вчера попытался закрепиться выше максимальных значений, которые мы видели в конце и в начале этой торговой недели, но этого не произошло. К концу дня мы вернулись практически к ценам открытия и закрылись примерно ниже тех уровней, которые были на открытии рынка. На текущий момент тенденция нисходящая сохраняется по данному активу с целями движения на 87.72 и далее на 86.50. Ну а возобновление покупок произойдет в том случае, если мы увидим полноценное закрепление выше отметки 88.66. Золото на текущий момент продолжает свое снижение. Ближайшие цели на сегодня это закрепиться ниже отметки 1259 долларов за тройскую унцию, ну и далее пойти на 1252. Ну а возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений вчерашнего дня. Это отметка 1278 долларов за тройскую унцию с целями движения на 1306. Нефть марки Brent продолжает торговаться в боковике, но пока преобладает тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма. Здесь мы будем следить за локальными уровнями, ну и за теми данными, которые сегодня выйдут по запасам нефти США. На текущий момент ближайшая цель по снижению это закрепиться ниже отметки 62.68. Далее открываются цели движения на 62.50, 61.74. Ну а возобновление покупок уже будет актуально после преодоления уровня 63.69. По индексу DAX мы видим продолжение нисходящее движение. Сегодня торгуемся уже ниже минимальных значений, которые мы видели вчера. Поэтому коррекция по индексу DAX сохраняется. Цели по движению это область 12700. Возврат к покупкам, а и вероятно продолжение уже роста по данному активу произойдет в том случае, если мы видим закрепление выше максимальных значений, которые мы видели вчера. Это область 13090. Ну и биткоин продолжает свой рост. Сегодня уже обновляем исторический максимум. Доходили до отметки 12400 долларов за один биткоин. Рост по данному активу сохраняется. Ближайший коррекционный уровень находится на минимальных значениях вторника. Это отметка 11388. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция на укрепление остается в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что если вам понравилось это видео и оно для вас полезно, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующих видео обзорах.